короче пацаны сижу дома никого не трогаю тут пишет мне мой ахалай махалай макс самый охуенный gz который по коробкам разложим я понимаю что все это короче мое разобрали добро резко кидаюсь в автосервис гдане посмотреть что с нашим мотором что с нашим мотором у нас опять рубрика самые тапки самые тапки вот и это значит то что я опять одет как бич я в автосервисе и мы занимаемся тачкой что могу сказать на прошлой тренировке вы видели последний проезд моего мотора для тех кто не видел видео вот теперь мы имеем место одного блока пацаны мастер два блока и код да это наш старый блок спасибо старина ты был мне как брат но пришла пора прощаться почему прощаемся давайте посмотрим тут особо смотреть не на что точнее мы видим 6 шатунов и 6 мертвых поршней что значит мертвых вот у нас здесь есть замечательная трещинка вот здесь просто вывалился кусок у нас стенки и здесь вывалился кусок стенки и здесь если мы сейчас будем поддевать тоже вывалиться кусок вот и вот трещина здесь у нас просто мясо где-то ладно искать не буду здесь тоже у нас ничего нет короче поршни копаем дальше шатун вроде типа ровный шатун когда-то был ровный вот видите просто мазафака вот этот ну вроде походит вот этот уже точно никуда не подходит не походит и вот этот никуда не походит ну вот это еще как-то короче у нас гнутый шатун гнутый шатун гнутый шатун мертвый поршни мерenti поршни иulk поршни и эти но это же меркاء и это где-то там искать не буду просто джек вот просто джек под короче ничего не остаётся мы начинаем собирать новый мотор такое чисто полумерный почему полумерный потому что это будут первый джей у нас есть планы и на 2 до есть планы на 2 что сделано блок промерили он порядке так порядке да не обращайте внимание немножечко коррозии это все уберется вот купили сюда кучу всяких разных штатных не очень за чистый а именно у нас оригинал прокладка оригинал 2x а вот что здесь дальше стоковские оригинал сальнички с предвалов сальничек коленвала сальничек валов коренной вот и пошли в масштабные колпачки но костям рабочая история о том прокладки под клапанной крышки у нас где значит две прокладки но и укладыши укладыши это у нас будет тайха-шмайха стандартном размере вот видно короче рабочая история пацаны ставят все нормально ездит осель не всегда обязательно по крайней мере в этом случае точно нет что происходит говорят что я мало видео надо добавить специально для некоторых телезрителей короче выбиваем говно мамонта смысле маслосъемные колпачки прям выбиваем выдираем их блять короче тут все на самом деле не так хорошо и не так весело как могло показаться сначала все поп покажи самые силовые вот так вот выглядит колпачки которые блять которые такие же как и мотор силовые максимально просто раздолбанный нафиг весь с этих железки по отваливались он туда упал сюда короче просто полное очко было вот хорошо что мы все это дело купили некто даниэль говорит что эта проблема уже застарела и когда у нас гавку на rds club а надо было их поменять но почему-то мы их не поменяли да арсений привет вот короче такая вот шляпа но ничего сейчас все будет прям сейчас через пять минут пацаны специально вам показываю все как говорится без купюр без вот этой там это забугорный закадровой движуха пускай да все в говне но это блять так оно есть все в говне но мы пытаемся немного хотя бы да хотя бы чуть-чуть от всего от этого отойти сделать нормально сделать по человечеству сделать по пацански но и потом уже как говорят некоторые шить 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 ух дерьмище то было ух стволище то ух стволище то будет пацаны не забываем про скидочку на смазочные материалы в компании полинафт вы можете приобрести любую продукцию лакойлов со скидкой до 40 процентов для этого дистрируемся в приложении со скидками удс пишем в instagram аккаунт компании полинафт промо слово макс федерал получаем дополнительные бонусы со скидкой и рекламы ради а пользу для сейчас мы тут отвлечемся ненадолго от моторной тематики заедем ко мне в гараж точнее мы уже в нем тут тоже есть что рассказать показать потому что такая коробочка у меня есть подписано сами видите форвард авто я ее вскрыл сверху но во внутрь еще не лазил эти посмотрим что тут нам приехала коробка то большая кто здесь у нас радиум звучит неплохо подписано фойл рейл 1gz gt и правильно пацаны приехала к нам топливная рейка я еще сам не видел там приводского радиум оригинальная никакой китайчи никакой китайской петушни что здесь у нас стикеры проставки под форсунки под разные диаметры да и сама речка важно плохо как по-модному все упаковано ни разу не ставились не ставила еще видите новенькая целенькая зелененькая капец конечно диаметр сечения просто гигантский просто гигантский диаметр сечения ну вот это наша рейка это к ней установочная вся движуха 1 2 3 4 5 6 да все эти штучки проставки и все такое вот работать она у нас будет вот с такими форсунками это у нас дэшверк ну вот дэшверк оригинальные литровые инжекторы сделал делают их у нас bosch насколько я знаю для дэшверка посмотрим залезут нет не будет ли там как в рукомойники болтаться вот все залазит прям четенько заподлицо засовывать сейчас не буду но все ништяк я доволен дэшверк у нас вылез в 37000 форсунки если не ошибаюсь сейчас нет собой этой штуки чтобы сказать точную цену речка вместе с фитингами со всей страной ерундой вылезла в двадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей двадцать одну тысячу короче вылезла полезли дальше давайте сюда еще радиум радиума у нас стало чуть побольше что здесь ух форварде пацаны молодцы за упаковку просто респектос что здесь у нас резиновый шланчик такой опять фитинги тройничок болтички опять наклеечка и я уже догадываюсь что это но вы еще не знаете это у нас регулятор топливных пульсаций ну вот в стоке он тоже идет как мне сказали у нас коль рейка будет не 100 кто и вот эта штука тоже будет у нас не сток такая прям тяжеленькая ну сделано очень круто конечно все такие грани все выточено на чпу очень очень классно полезли дальше на финансовая сторона вопроса импульсный демпфер радиум 13 224 вот такая вот у него цена дальше дальше у нас еще одна штука радиум это у нас топливный регулятор тоже естественно новеньких пакетики сейчас туда лезть не буду вот тут он мульти портовый много портов много выходов можно в разных местах размещать для удобства установки вот ну плюс опять же заглушки всякие фитинги вот и все такое но и вот и наклеечка с надписью а еще к нему здесь идет вот такой вот кронштейн алюминиевый вообще нифига цена на наш регулятор 20000 64 рубля многопоточный черный все дела но это еще не все дальше у нас пошла вот такая вот школа это у нас цилиндр рабочий цилиндр вот у нас пойдет вам на гидравлический ручник что в принципе ожидаемо да да я получается дороз до гидравлического ручника 11 лет в теме все уже вовсю их ставят уже 300 раз все и пробовано опробовано все работает но в общем все федерал теперь дергает левой другой рукой немного по-другому не оттуда отсюда а в общем такая история зачем он примечатель ну понятно вел вот все по-модному туда-сюда это короткоходный цилиндр сейчас все их ставят все довольны вот пацаны советуют запада хорошо поверим им потому что они скажут на 7 500 вот 7 500 цилиндр лезем вот сюда большая коробка я думаю вы уже сами все поняли коль коснулись мы темы наших гидравлических ручников то пора было бы обзавестись и ручничком ручничком о грамотка упала показываю что к нам пришло пришел нам детей лап новенький в коробочке посмотрим на новенький с наклеечками вот ну ход вообще прикольный никаких люфтов ничего нету при фигачем сюда наш view вот вот и все будет работать хорошо так что у нас по прайсу на ручник ручник 53 миллиметра высокий 22 680 привет еще кое-что у нас здесь есть а именно затесали здесь у нас вкладыши вот это у нас осели все как всегда вот ничего нового шатунные сели 1gz 2gz шатунная под стандартный размер не x под увеличенный клин просто под стандартный размер здесь у нас полукольца полукольца тоже у нас 1gz 2gz но для чего нам нужны вот эти вот все вкладыши шмадыши если мы уже вовсю собираем мотор рассказываю нам нужно будет собрать еще один столбик который у нас будет запасным запасным непонятно запасным основным который в любой момент может стать резко основным что будет у нас делаться показываю вот берем эти вкладыши берем вот эти вот поршни это у нас поршни 2gz в коробке я тут раскрывать не буду все понятно поршни шатуны все сборе с одного мотора промерена мы берем все это закидываем в одну коробку и закидываем вот в этот вот блок здесь вот у меня в углу где помойкой прикрыта это у нас блок 2gz атмосферный который нужно будет проточить сделать у него не всем небезызвестные каналы просверлить и использовать его по назначению мы этот блок промерили с ним вообще все офигенно он весь в допусках нету никакой не эллипсности не выработали ничего вот поэтому собираем мотор ставим на ход наш который сейчас стоит в алтезе с того блока но вы его видели и плюс еще собираем попутно вот эту еще пришла такая посылочка ко мне забыл про нее рассказать показать то у нас проставки под второй суппорт они серп какой-нибудь или орудия для убийства в hellfire вот короче вот это вот это и вот это это все части 1 тормозной системы суппорта мы тоже купили вот будет стоить 2 суппорт тельтезовский его в принципе хватает решение тоже пробовано здесь такие толстенькие неплохие проставочки покупал москве вот кому надо будет пишите дам ссылку на пацанов отправили в этот же день молодцы так что пацаны вот такой вот у нас расклад блок готов поршни идут многодоллар много долларовые коробочки у нас тоже собраны в гараже лежат осталось это делать чик-чик-чик-чик-чик-чик в одну кучу завести настроить ну и поехать потренироваться а то уже на носу гонки а у нас до сих пор еще конь не валялся в общем крутим гайки прикручиваем тюнячку настраиваемся и все такое ну а с вами был я все дела всем пока а